Мы все еще идем вдоль речки, любуемся красотой. Красота и тишина. Мы нашли остатки кладей, снесло по речке. Мы все застряли здесь за корягу, зацепились. Долго гуляли вдоль берега, пока не дошли до молоденьких березок на бережку, а тут издалека показалось как будто кто-то топором срубил, но топором так рубить никто не будет на карандаш. И стволик сгрызенный и стружка. Минус 2, минус 3, минус 4. Но четвертую, похоже, еще не все унесли. Смотри, как настоящий садовник веточки на кольцо срезал. Как будто топориком срубил, если бы не было зубки видно. следы от зубов парные. Передними листами он отхомячил. Стружки есть, а все остальное унес. Унес. Бобер делает себе запасы. Ну, бобер по ходу пьесы не только знатный лесоруб, но и альпинист неплохой. Вот это я сейчас иду по бобровому так называемому выползу. Вот здесь вот он поднимался от воды. А спуск к воде, мама не горюй. Высота берега в этом месте метров шесть. Вот как он сюда вышкребался на своих коротких лапках и на коготочках. Похоже, мы дошли до владений семейки бобров. В этом месте тоже очень высоко от воды. Будет в этом году весной, ну не в этом, уже в следующем году весной, будет здесь хорошая плотина. Вот там, сейчас дойдем, мне кажется, как раз вот и есть его плотина. И где-то там должна быть хатка. Сейчас пройдемся, поищем. Очень похоже, что банда бобров здесь орудует уже не один год. Видать, прошлогодний, а может быть ранней весной, сгрызячил. Стволик все утащил, пенек все-таки сумел. Хватило сил дать поросль. А этот нет. Ну, судя по трухлявости внутри, тут уже и муравьи поработали. Это было все-таки, мне кажется, прошлогодний. Ну что, бобров мы не встретили. Лично с ними не познакомились. Нашли только их следы пребывания. Зато мы нашли тихую заводь. Бывший водопой животных. Когда-то здесь была молочно-товарная ферма. И животных гоняли сюда на водопой. Животные спускались к реке. И вот за теми деревьями поднимались на пастбище. Там было большое пастбище. Совхоз держал где-то около полторы тысячи голов скотины. Солнце уже опускается. Закат. А мы возвращаемся домой. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова